Что я вчера говорил, я даже не знаю, что со мной случилось, мне так понесло, я не должен даже с вами был разговаривать, вы такой человек, превзойденный-то вначале, а я такой-то зеленый, это меня сатана там попутал, вот такие вот слова. Ну и все, которые разговаривали, с этим слепили, поставили. Ну оказалось, где самая заставка, первая кадра, его там называют по фамилии, по имени и его электронная почта. А он-то раз, как такой, у него ролик 1 миллион 300 тысяч посещения. Ну что, ну праздное любопытство, растеряя его больше на гармошке играет. Ну и все нападают, видно, что нападают на меня, это его слова, то ли он другим пересказывает или что-то. Сегодня там один с Украины вышел, и он нажалился, 8 раз обращался в YouTube, а YouTube это в Америке, организация это, начальство там, и они меня закрыли. За то, что конфиденциальный разговор я вынес. Я говорю, мы разговаривали открыто, и не было, и вот сколько раз уже мы встречались. Ну то есть, доброе он принимал, а когда на него пошли отзывы, и народ начал оттягиваться на меня, он тогда начал жаловаться. Ну, беда, он, видимо, потом понял и начал там какие-то признаки делать. И другой, какой неизвестный человек, фамилия названа, все с Украины, что я украл, ну там по-другому говорится, взял ролик чужой, его якобы переставил на себя, а это там запрещается. И теперь он на меня подал, и я должен по графику, по таблице оправдаться, нет или нет. Нет, значит, он подает в суд, в суд передают на месте, и мы в Барнауле будем судиться. А кого судиться? Это номер пятый в университете занятие я веду. Я стою за кафедрой. Моя клиентура. Как он может у тебя-то быть-то? Название такое-то. Ну, мы написали, помог Витя Петеримов, он там всегда очень сильно помогает. И туда направили, что это не может быть, это какая-то ошибка произошла. Ну, встречный иск мы подали, что это ложь, а меня запечатали, я не могу в интернете работать ничего. А у них там все это поставлено как надо. Мы уже стали поговорить, открыть новый канал. А на этом у нас 2300 роликов наших. 2300 фильмов наших. Столько там проделано, конечно, обидно, ну, а Бог, только и думаешь. И мы ему написали, и он отозвал. Самое благоприятное, когда на него вышли, и он опять напишет, что я снимаю свои претензии. И он так и сделал, и меня уведомил. А я еще в самом начале думал там написать. Витя мне сказал, не надо еще лишнего писать. И так и сделал. Но когда он сказал, я отзываю, я тогда высказал, что я хотел сказать раньше. Все равно отозвал и сказал, что я думал тебе послать в подарок книги свои. Ну, разреши мне послать. Но от него пока ответа нет. Так что помогите себе. Помогите, попросите его звать Сергей. Легко вам запомнить. Я просто хочу поблагодарить Бога. Он меня вышел, в этом что-то есть, я уже не могу исследовать. И меня почти открыли. Почти. Вот. Раз выкидывает. И табличка, и там буквы. Буквы на английском языке. И такие крученные, лохматые. И не поймешь, что за буква. Мы вдвоем с Володей решаем, буква И или А или Ж. Английские буквы. Ну, не угадаешь. Она выкидывает обман. И дальше. Только сделали. Переходить на следующую страницу, она опять блокирует. Но сейчас-то они по встречный иск. А дальше они самое страшное, что сказали. За вами теперь прокол есть. Еще два. И мы ваш аккаунт, то есть канал закрываем. То есть всего три прокола может быть. Нам это не надо один. И они говорят, мы это снимаем, на вас не будет. Встречный иск уже пришел. Но видимо, что-то там еще обработка идет. И они уже так, щадящий режим. Рамочка выходит уже, я раза три зайду. И тогда рамочка. И рамочка так в тумане. И только четыре цифры. Все, цифры легкие такие. Я только тюкну туда, меня опять запускает, работает. Проверяет, я живой или нет. И сегодня большое послание послал один, тот, кто первый. Там обмирал. На уровне обмирания там особенно демоны действуют. Особенно. Это Серафим II, этот Роуз говорит. Вот. Я не хочу, не надо ни называть, ни фамилию, ничего не надо. Раз человек так боится. Ну, не надо. Посмотрим. Ну и он прислал. Я вот через то, что он говорил. Я был такой, там, наркоман. А вот его, этого человека, я услышал, как обмирал. Я поверил в Бога. Я вижу, что это он сам. Сам себе в защиту. Но тут он через знакомого нашего одного заходит. И, ну, видимо, что он хочет добиваться, чтобы я решил даже ему приехать в Барнаул. Я ему дал задание, Гоби. Задание какое? Пока Новый Завет Блаженного Фифилакта не будет знать и законспектирует, мы никакой встречи не будем. И тот человек, у него был подарок. И он ему трехтомник послал. А теперь, выходит, я уже этому человеку должен. А тому-то послал он уже, который нападал-то на меня. У нас, получается, кто нас обидел, это я попутно в житиях святых вспоминаю, был один такой. Его сильно-то не обижали. Он племянник патриарха был. Ну и когда обидели, то, видишь, это. А он, видимо, пришел и патриарху сказал, меня вот так оскорбили. Он говорит, кто? А-то как посмели так-то? И он тогда узнал, кто это сделал. И ему награду дал. А-то, говорит, у нас, говорит, самые считаются награжденные, кто обидит племянника патриаршего. Теперь всех. Кому вы обидите, чтобы получить. Ну, это, я так говорю, со стой стороны у меня действительно внутреннее чувство. Этим людям сделать добра. Не меня потревожили. Я теперь заглянул там в прошлое. Такие милости Бог дает, таких помощников. И, ну-ка, почти-почти все уже налаживается. Там 14 дней до укладки. Но осталась еще одна неделя. Полностью будем разблокированы. До этого мы ставили ролики. Полтора гигабайта даже нужды нет. Они тут ограничивали до мегабайтов до нескольких. Это у них все машина делает. А тут отвечает уже человек. Ну, если там миллионы людей, то, ну, где это возьмешь? Человеку-то нельзя. Но такие жалобы. А тот ролик мой, университетский-то, его нигде нет. Все, на него выходишь, и там какая-то кривая рожа перечеркнутая. И написано, его нет, и он закрытый. А когда тот послал, он сразу в мой ролик появился, и как будто нигде не бывал. Я зашел, посмотрел, конечно, как шли занятия. Снимал, видимо, батюшка, отец Иоанн. Ну, все это как-то внутреннее. Думаю, вот видишь, что-то не зашел бы. Я его забыл. Он ролик-то новыми отодвигается. Он уже далеко-далеко. И он уже не найдет. Ну, две тысячи, представь. Две тысячи книжек одна за другой лежат. Не найдешь. А это фильм-то. Ну, я посмотрел, действительно, какие были счастливые времена. Но мы не стоим на месте, поэтому у нас идет все время новые люди появляются, которые говорят. Вот мы не знали, и наткнулись на ваши ролики. Я был там пятидесятником, и уже книги просят, высылаем. Мы на счетах много книг выслали. Покупают. Эти покупают у меня. И за пересылку покупают. Но бывает, за больше заплатят. Я уже знаю, что больше. Я и прошу больше. Тогда я прилагаю к истинному православию, и как раз под эту цену подвожу. Вот. Одного ответа нет отца с Америки. А другой даже опередил. Я сказал, 150 долларов хватит, сколько книжек ему дал. А он мне 200 выслал. Баптист, добрый-добрый такой. Сколько же добрых людей на моем пути встречается. Даже вот сейчас, в настоящее время. Вот. Я хотел похвалиться моим Господом. Аллинуя. Вспоминаю все, и думаю, как путь мой Бог украсил друзьями и врагами. И враги все послужили на пользу. Вот сейчас бы сказали, а кому вы желаете так, чтобы, ну, касающийся вас, зеница ока моего касается. Вы хотели, чтобы это в деле было, чтобы Бог его прижал. Никому. Ни разу. Никогда. Когда на меня нападают, у меня так охота. Что же мне такое бы сделать, чтобы он запомнил. Он вышел на меня не зря. А теперь я молюсь и молюсь о нем искоричневые подарки дать, чтобы он стал другим. И, видимо, вот это очень большую роль играет. Я сразу в интернете всех оповещаю. И все молятся с разных концов. Игнать Тихонович, ничего вам они не сделают. И вдруг с Украины сейчас поступило новое сообщение. И так, и так, вашими делами, мною, занялась Почаево, центральный монастырь. Запросили там что-то, где-то отослали. И сейчас там они набирают такой ученый совет. И какие-то старцы других мест. Моими книгами будут заниматься, чтобы меня, говорится, сдернуть. Москаляху-нагеляху. Нагеляху. Это и главное Украину. На украинской территории. Что-то нашей епархии какая. Ничего нет. А я о них молюсь. Если они лгать не будут, они будут мои сторонники. Но если их потянет дальше, что-то там говорит-то. У меня заготовка уже есть. Я эритик. Допустим, они рехнули. Старики там сидят. Но дальше-то надо отвечать. Я же на этом не остановлюсь. Я с этой бумагой тогда... Ну, вы-то считаете эритик. Но я не эритик. Как я сказал Евтихий. Вам, говорит, Игнатий, никогда не завинить в неправославном. Сугубо православный. И теперь, если меня коснется это, я теперь скажу. Так, эритик, бумагу-то дайте. А не дожидать бумагу. Вот с этой бумагой я пойду теперь к этим. С эритиком нельзя молиться. Если вы приезжали, двух архиереев под нож сразу. И Максима там найти, и этого, и сколько было священников, секретарей партии, всех под нож. А я ни при чем здесь. Вы меня оклеветали, а они попали. Вы не против меня. Вы против канонов пойдете. Хотите, не хотите, любите меня. Я православный. Аллилуйя. Все. Игнатий Иванович, немножко комментарии братьев, то, что там останавливали милицию. Брали машину. Ну, братья останавливают. Они, в воскресенье, братья ходили. Ну, подошли к нищим около этого. Никольского собора-то. Ну, там все это заснято. Потом нам соединят, получится хороший ролик. Ну, и дальше пошли, мужчина идет, а идет Михаил, этот Кальмаев был оттуда. Вот, идет и с мужиком вот так идет, а взговаривает. И на встречу идут два милиционера этих. Полиции сразу на него. Так, вы чем занимаетесь-то? Как еще? Православные визитки раздаем, к сайту зовем. Володя говорит, православные, они, видимо, постно вылавляли эти эговистов. А что у вас здесь? И Мишу попросили в машину. И он там поговорил, ничего нет, даже ни паспорт не проверил, ну, ничего нет. И этим дали-то, ну, и откозыряли. Ласково хорошо, но вдруг звонит, и звонит телефон, который он дал, туда. И Миртау. А этот теперь, на визитке-то мой телефон, он мне звонит. А тот пишет и говорит, садись, Володя, я Володе звоню. Ну, социальный комитет, вот, политбюро, пошло разговор-то. И гляжу они нас, что вот пришел закрыть какой-то акт. Вот тут я уже сказал, этого не надо делать. Во-первых, мы ничего не делали, дальше мы мирно расстались, нигде ничего нету, ничего нету. А зачем они зовут, не знаю. Если бы было до свидетельства, тогда пойти двоим-троим. Одному никогда не ходите, запомните это. Двое-трое пойти. И сказать так, я буду разговаривать, только тогда, когда разрешите, чтобы я прошел по всем кабинетам. Я все в визиточке раздам. А тогда сел перед ними, слушаю, что скажет мне Господь. А раз этого нету, зовут, не сказать, не тревожьте нас. За нами вины никакой нет, никакой. К нам не было ничего предъявлено, ни протокола, никак, нигде, ничего. И что им, заниматься нечем? Я должен им инструкции давать, как преступников ловить. За полицию мы молимся каждую ночь, чтобы Господь их сохранил и пожарников, потому что они нужны. И у меня к полиции претензий никаких. С нами обращались, ну там они щадят. Так он же там говорит, что он объяснительную написал. А? Объяснительную написал. Ну да. Ну так вот по этой объяснительной, видно, они и начали работать. А что там еще нету объяснительной? Ну нету ничего. Нету ничего. Бумажка-то есть? Ну бумажка и все, доставка там кончилась. А они откозыряли, за вами ничего нету. Они же не сказали, что будет, мы вас звоним. Зачем вызывать-то? Все узнали. Ни зачем. Не надо на это идти. Этого никогда не было. Если меня, дорога нас встретили, полиция обыскала, мы поехали, ничего нету. Чем теперь обратно поедем в Одессу или в Испанию? Еще раз. Нет, конечно. Они нас отпустили, а у них такой порядок. Неправильный порядок, мы не боимся. Какой-то 44-й пункт сейчас у... А? 144-й. 144-й пункт у КАМ-Новой появился. Ну что? На какое-то собеседование можно выбрать? Ну какое собеседование? Собеседование, когда мы были здесь. Тебе надо приезжать. А что бумаги-то никакой, разве нельзя? Еще нам не дали, нигде не было. Не, ну без бумаги-то... Даже если повестка идет к тебе, говорит, повестка. А получила жена, я знать не знаю, выбрось помойку. Они обязаны лишить в Непур. Нас научает, есть передача для заключенных. В субботу идет облака. Как вести себя. Так что мы нигде не поступили вопреки закону Российской Федерации. Да. Аминь. Объяснительную пишут, когда человек, человек в чем-то виновен. Да. А он зачем дал объяснительную? Ничего нет. А, это православное, православное. Ну и еще нет. Визитки дали. Сами ничего, визитки давали. Больше ничего за нами нету. Еще я пойду объяснять. Что объяснять? Из какого состава бумажка эта состоит? Нету бумага. Какой краской накрашена? Ну и мы как бы продиктовали. Сколько раздали количество, мы еще это не знаем. Мы идем и раздаем. Везде раздаем. Я пошел в прошлый раз в краевую администрацию. И в каждый кабинет. Попал вот в городскую администрацию, администратура. Я зашел во все кабинеты. На этой стороне и на той. У меня знакомые там пропускают. И все. А чтобы за это было. В университет пришел раньше. А в университет 21 тысяча студентов. Я обошел все аудитории. Идет занятие. Я дверь открываю. Извините пожалуйста, преподаватель, что такое? Разрешите мне раздать визитки. Вот это дело-то. Она пока думает, давать не давать. Я уже раздал. Я ухожу, попрощался. До свидания. Из кабинета в кабинет пошел. И все аудитории прошел. Я ничего не сделал. Я даю. А вот говорили, в Германии вы не имеете права. Что мы не имеем права? Скажите. Я богатый. Я баснословно богатый. Богаче, конечно, Березовского. Я еду в Германию. Мне немцы очень нравятся. Я хотел на немки жениться. Ну. И я каждому немцу теперь желаю дать по тысячу евро. Имея право. Имеете. Но я книги даю настолько. Какая разница-то. Они у меня отоварены в книгах. И почему мне запретят? Там еще Людмила Плетт. Это Валентина Сортисон. Она созвонилась и сказала, не разрешат Лапкину здесь в Германию. Везде разрешили. Давать разрешается. И там ничего нет кормольного. Там высказано желание жить во Христе. Спасаться во Христе. И умереть во Христе. И вечности быть во Христе. Вот и все. Нам нигде не препятствовали. Я имею право. У меня карманы полные. Лопают сад денег. Я приехал в Испанию. И каждому даю по тысячу евро. Ну. Какой у вас закон запрещать? А кому дал? Он уже ушел. Его нет. Я думаю, там дело в камере. Потому что какой-то закон есть, что без разрешения человека, если он... Я не хочу, чтобы меня снимали. Я не имею права его снимать. Ну не снимай. Какой разговор? Отойди в сторону. Я вот... А и, пожалуйста. Потому что вот меня сняли, а меня не спросили. Пришли священники, мы беседуем. И вдруг заявился племянник мой. Племянник. А я не хочу, чтобы меня снимали. Я говорю, залезь на кухню, чтобы тебя не было видно здесь. И все. Тебя никто не звал здесь. Чего ты пришел-то? Я разговариваю со священниками. Аудитория у меня. А я не хочу. То есть он знает что-то... То есть бывает такое. Но на улице идет съемка. И ты попал в этот кадр. А я не хочу сидеть дома. Тут уж нет. Другое дело, когда мы сидим... Давай, мы потихоньку поговорим. У меня пальчиковый такой. Я потихоньку тебя снимаю. Потом быстро рассказал. Живет улица такая-то. Его легко найти. По собачьему калу, который везде там рядом. Мы законы знаем. И закон нужен. Мне тоже участковые подсовывают протокол. Подпиши. Я читаю. Это написано. Обязуюсь впредь собак выгуливать в наморднике. Я говорю, а я в наморднике выгуливаю. Она где оправляется? Надо ходить тебе с этим. С совком и с мешочком. Как в Америке. А в Америке там просто знак стоит. Собака идет. Собака стоит и совок рядом. Она написана 100 долларов. Догадайся. И она проводит их. У каждой гляжу. Собака оправилась. Она совком в совок подняла. Все у нее рядом мешочек. Она вот такой вот заложила. Дальше идет. У нее на поводке 3 или 4 собаки. Ну, маленькие. Но она может оправиться. Нигде ничего нет. Все чисто. И это правильно. Детям в песочницу не поиграешь. А уж если покусала, тут по полной программе тебя раскрутят. И будут кусать уже органы власти. И будут терзать так, что собаку на руках будешь носить. Я держал таких овчарок. Твоя говорит, а рядом не стояла чемпион. И она ни разу никого не укусила. Ни разу. Я открываю двери. В коридоре кто есть, я живу на первом этаже. Баранчево типа. Никого нет. Внимание. Я сразу раз. На улице все пошел. А она не тронет. Не тронет. Все. Всю предохранительность делаю здесь. Чтобы нигде, ни под каким видом. Я держал собак в городе Барнауле. Так что, если уже случилось, то тебе надо наказание, говорится, в тык дать. Так, правильно говорю? Если кусала... Праведен суд мой. Ты тебя что, кусала разве? Да нет, если я уже не кусала. Так что... Иди козлов это разблокировали. У него там тоже что-то было. Так, у него без паспад по ней. Полетел. Здесь пижал. Короче, без бумажки и кукашки. Ну там ремонтирует, опять падает за него. Просто помолиться надо ему. Так пижало. Это бюро и вера. Даже высказать нельзя. Я только мысленно воображу, что Сергей Венерович у меня по рукам и ногам ударил. Все подобрал. Все подобрал мое. И только так, маленько поговорим, когда выставлять, что выставлять, как соединять. Он говорит, один ролик, я трачу примерно 8 часов. А то и больше. Один. Представь, парализованный. Ему надо с разных собрать. Я говорю, но я бы хотел там подарить свои 38 книг. Он находит фотографию, где я сижу с книгами, вставляет сюда и дальше продолжается ролик. Дальше я говорю. Ну вот у нас приезжал там такой-то человек. И он находит, где этот ролик. Его по порядку, по кадрам доходит до этого места. Этот кадр вырезает и опять дальше вставляет. У него фильмы настоялись. И да еще музыку еще поставили. Ну ты же знаешь, был брат. Каково. Это Бог просто дает. Откуда он взялся, как знать не знал. Да. Это даже сказать нельзя. Сергей, этот Козлов, фамилия его, это дар Божий. Которым Бог меня наградил за что-то. Помните постоянно молитвы его. Это вот тоже представить себе. Он разговаривал у нас. Было свои болячки. Как у него три, у него грибок там все. Он парализованный полностью. Уже 12 лет лежит. У меня как один день все прошло. Когда внутренность показали, что у него тут есть. Когда его там моют. Я сидел дома, я кажется заболел. У меня все. И он говорит, как будто один день прошло. Святой человек. Святой. И мало того, священники узнали, что я с ним знаком был. Еще, еще его всячески дало. Они никого не понимают. Сейчас мной занимается центральный монастырь страны. Почаева. Помолитесь, чтобы им Бог положил на сердце обратиться. Духовное рождение, чтобы получили. Они меня что могут хватать? За монашество я высказывался. Но я докажу по Библии. За мощи. И за то, что воевать не надо убивать никого. Только все. Три пункта, по которым они могут меня допрашивать. Я отвечать постараюсь. О войне это камень прекновения. О войне сейчас. Патриарх не может вылезти из него. Все. Он там болтается у него внутри. Он говорит, вы против монашества. Я перед всеми заявляю, я за монашество. Но не такое. Чтобы обетов не давать. Чтобы нахвановил монах и превращался в Николай Николаевич. Женился, оставил все, размонашивался и пошел. Не надо связывать. Монастыри нужно готовить проповедников миссионеров. И докармливать старых, которые, ну они же одинокие были-то. Принимать, конечно, там не семейных надо, а те, которые себя посвятили для Бога. Но обеты не давали. Ну не выдержал, встретилась хорошая девушка. Ну женился, да и все вдвоем. Все. Может быть и она будет еще помоститься. Вот это я признаю, вот эти монастыри. Мона один для Бога. Все для Бога моего. Вот тогда это ясно, четко, все прописано здесь. Правильно я говорю, брат? Правильно. Вот. Да хотя бы. Это есть фильм такой серебряный. Там как он? Князь Серебряный? Тальков играет. Старный это. Иван Грозный. Праведный суд мой. И все, да, да, да. И только один говорит, неправедный. Неправедный, все знают. И он ему начинает договорить. Я оставил живым его. Надо что. Вы судите, я не сужу. Я говорю, сегодня сказал один пример. Вот. Выходит женщина из подъезда так. Позвольте. А почему вы тут распеваете? А тут дети ходят. А что ты мне доказываешь? Я сказал, не распевайте по закону. Это нельзя здесь делать-то. Да пошла ты. То есть она увещевает. Она не осуждает. Ну понимаете, вы развращайте ей денег. Она позвонила, милиция приехала, его забрали. А она судья этого района. Вот теперь она его, она ему предупреждала. Она обличала его. Он не слушал. Но она теперь судья. И он перед ней стоит, он ее узнал. Да я же вам говорила. Да, теперь я ничего не могу сделать. Он с тобой вступил в силу. Теперь я осуждаю вас. Хорошо. Я осуждаю вас. Приписываю вам трудиться столько-то, столько-то. Вот осуждает и обличает. Вот она разница. Вот она теперь обличала, а теперь она его осуждает. Янки хороший пример. Спасибо, Христос. Замечательный. Мы никого не должны осуждать. Потому что вот когда узнают о человеке. Да этот человек, да он столько был, да он такой наркоман, да. Ему покаяния нет, его Бог не примет. Вот это осуждение, это суда Божий. Не судите никак в прежневремени. А сказать, Бог силен и такого избрать. Такой силен. Вот силен Бог из разбойника сделать святого. А как? Не знаю. Поэтому не осуждать. Но вот веры у меня нет. У меня был человек, просто близко так. И я не верю, что он может покаяться. Я не говорю, не может. Ну не верю. Он умер без покаяния. Я внутренно, я разговаривал с ним и видел у него как крепость. Ожесточившийся крепшей крепости. И он так умирает и никакого покаяния. Умирает внезапно. Ну просто надо маленько присматриваться. Как люди живут. А вы хвалите баптистов. У меня нам еще нападение все время. Да есть за что хвалить. Они хорошие. Но я им всем говорю, они не церковь. У них нет священства, рукоположения. Я обязан это сказать. Просто хорошие они, потому что Слово Божие их ощущает. Сестра, я правильно говорю? Ты сколько лет баптистов-то была? Много. Ну с рождения, наверное, да? Много. Много. Пока не встретились. А сейчас здесь. Вот сын я здесь, главный помощник. Дочка теперь, матушка за священником. Баптистка познакомились. Все договариваются. Договарьте до конца. Вы сидите, на меня ропщите, а у меня плоды. Ну, православие, это больше уже. Я конкретно покажу. Вот, вот, вот мои чады. Мои дети. Аликтина. Вот сколько. Православие-то больше? Да, сколько дети лет. Ходила, говорит, я ходила, как блудливая, говорит, кошка. И, наконец, нашла, сунулась туда. Благословен Бог. И грядущий во имя Господня. Вы большее сделали, Игнатий Ильич, вы еще большее сделали для многих. Не то, что из баптистов пришли, а те, которые были в православии и считали себя истинно православными, как я. И на своих занятиях вы правду говорили до конца, говорили, говорили, пока многие не осознали. Группы мои, милые. И теперь мы знаем, откуда, говорится, где собака зарыта. Золотник, золотник. О, а ты бы загнулась у старобряд, только тогда вытащил же я тебя. Вот Раиса Николаевна проверила, ушла на пару лет от нас. Да. Тоже. Не жалеешь, что вернулась-то? Нет, нисколько. Нисколько. Видите как. Я куда не повернусь, а эти щи. А, как мы ходили на занятия, сколько радовались. Православные тоже. Как голубей гоняли. Свистели. Так, вы знаете, эти были загуляемые девочки, что Ливия заняла первое место, главный приз в Алтайском крае. Да. И уже в интернете это стоит, как она играет. Я посмотрел, ой-ой-ой. Ужас один. Как у ней пальчики бегают и какие мелодии идут, как будто соловей поет. Ну там знают, за что дать. Она в шестом классе ходит? Нет. Нет, еще не в шестом. Ей двенадцать. Ну это шестой. В шестом написано. Шестой, да? Да. А, шестой класс музыкальный. Ну да. Ну может быть. Ну и играет здорово. Сама сидит, коса ниже пояса. Вот так вот. Девчонка-то хороша. Только бы сохранить. Так, на эту неделю надо, чтобы Господь благословил Володю, чтобы поехал поснимал у них дома. У них один по классу баяна идет, кажется, девочка, один на скрипке. А это на пианино. Там целая оркестр. Тараси еще на гитаре. Тараси на гитаре. Тараси на гитаре. На гитаре. Оркестр. Нет, она на баяне сама. Я бы тоже мог снять на пустом бедре. Ливее. Барабаном. Она на аккордеоне, да? Не пианино. У нее пианино, но там... Короткое собрание на вечер. Завтра воскресенье. Спасибо, Христос. Во славу Божию. Че, брат, едем, да?